Привет, как дела? Сегодня впервые за три с половиной месяца я вышла в центр Санкт-Петербурга по своим делам и заодно решила прогуляться на обратном пути, посмотреть, что нынче происходит в центре. Не была я в нём уже три с половиной месяца, то есть, может быть, даже сегодня ровно сто дней с того момента, когда я приезжала на Литейный проспект за своей визой, чтобы лететь в Лондон. И вот сейчас, конечно, после пандемии ещё очень мало людей на улицах, но город постепенно снимает ограничения, и люди выходят на улицу, чтобы гулять. Как можно увидеть, улицы практически пусты. Нева тоже. Отсутствуют традиционные речные трамвайщики и прогулочные катера абсолютно пока ещё не разрешили в Петербурге проводить экскурсионные прогулки. Тем временем Нева зарастает водорослями. Такие маленькие чайки летают. Город готовится к параду в честь Дня Победы, который состоится 24 июня. И вот сейчас, подходя практически к Дворцовой площади, я услышала, точнее, что летят какие-то вертолёты. Но я думала, это прогулочный вертолёт, который садится обычно на площадку у Петропавловской крепости, но оказалось, что он пролетел мимо. Я увидела, как в небе летят истребители и успела их заснять. То есть у меня камера с собой, она была готова, и я сразу же включила и начала их снимать. Прямо снизу, рядом с Дворцовой площади, всё просто великолепно видно. Вот смотрите, как это было. Вот смотрите, какoot ! Продолжение следует... Дворцовая набережная. Лето. Людей практически нету. Так необычно всё это смотрится. Ну, что делать? Пандемия. Ни-ка-бошеньки. Так что я полностью соблюдаю дистанцию. Вот мой любимый каналчик, на котором я часто люблю бывать. Здесь обычно очень много прогулочных катеров. Прямо друг за другом едут. Но пока что никого нет. Ну, кстати, вода в Неве не такая уж чистая, как, допустим, в Венеции стала. После того, как перестали все катера ездить по каналу. И вот мы сразу выходим на Миллионную улицу и подходим к Дворцовой площади. Кстати сказать, Миллионная улица – это самый, наверное, дорогой район в Санкт-Петербурге. Ну, потому что находится рядом с Дворцовой. Вот-вот. Исаки там уже выглядывает. Вот. Если в Лондоне это считается Белгравия, Челси и Кенсингтон, ну, а также Майфея, я уж не буду говорить про Майфея, то здесь Миллионная улица. Это, ну, насколько я помню, когда работала в недвижимости, тут самые дорогие дома. Хотя тут, наверное, больше офисов. Российский государственный архив военно-морского флота. Навряд ли здесь. Ну, есть немножечко таких резидентских квартир, наверное. А так, Эрмитаж пока закрыт. Обещают открыть, по-моему, с 1 июля. Может быть, чуть-чуть пораньше. Ну, а мы выходим на Дворцовую площадь, чтобы увидеть, что там уже готово и как она украшена к параду, который пройдет буквально через неделю. Ну, вот я на Дворцовой площади. Приготовления идут полным ходом. Уже установили декорации, трибуны. Ну, и там еще, по-моему, устроят какую-то концертную площадку, возможно, сцену. Я все это поснимала. Эрмитаж, как всегда, прекрасен. Там мы видим еще Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Ну, и, конечно же, генеральный штаб, который за колонной с ангелом, за Александрийским столбом. Вот так вот пока все, что готово на сегодняшний день. Весь Невский проспект украшен флагами и вывесками с орденами. Написано «75 лет победы». Кроме того, на набережной канала Грибоедова летают такие вырезанные фигурки журавлей прямо вдоль всего канала, аж до храма спас на крови. Кстати, что я заметила, на Невском проспекте открыли магазин «Зара», потому что он отдельно стоящий магазин, то есть не входит в торговый комплекс. И там стоят очереди, такие же, как сейчас в Лондоне стоят в «Примарк» или в какие-то другие магазины одежды, которые тоже у них открылись 15 июня. Очереди стоят в «Зару», запускают по очереди. Когда выйдет один человек, заходит другой человек. То есть там все четко, под контролем секьюрити. Человек стоит на входе и регулирует очереди. Я все-таки планирую сходить на репетицию парада 20 июня, нежели чем идти на сам парад, чтобы не подцепить какой-нибудь COVID-19. Ну, лишний раз в толпу лучше сейчас не лезть. Поэтому думаю, что на репетиции народу будет поменьше. Хотя, кто знает. Спасибо. 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 Спасибо.